Украина готовит Киев к обороне. Польша отказывается от украинских земель. И кто теперь будет следить за санкциями против России? А во всем этом расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самая важная и интересная новость. Удался ли российский прорыв в Харьковской области? Как так быстро российская пехота заняла огромную территорию? Большой вопрос. Дональд Трамп обвиняет судью в коррумпированности на процессе о связи с порнозвездой. Посмотрите, это позор для города Нью-Йорка, для штата Нью-Йорк и для всей страны. Польша укрепляет границу с Белоруссией и призывает не верить пропаганде. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Спасибо за поддержку. Вы нажимаете кнопку «Суперспасибо» и тем самым поддерживаете нашу работу. И это правильно. Давайте так делать дальше. Поехали. Украина готовит дополнительные 10 бригад для обороны Киева в том числе, говорит командующий сухопутными силами Вооруженных сил Украины. Ведь России нужен Киев, и она будет пытаться захватить украинскую столицу. А критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем. Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них. Командующий считает, что для обороны столицы необходимы дополнительные подразделения. Но главная проблема сейчас – это нехватка техники, а не людей. И Россия знает, что если Украина получит обещанное количество техники, ситуация может измениться, говорит Александр Павлюк. Результаты последней масштабной атаки на Харьковщине, по официальной информации, только обстрелы и разрушения, прорыва границы не случилось. Результат, соответственно, территории не допущено наразе. Ци прикордонные населенные пункты находятся фактически в одному-двох, тобто кілометров от кордона с Российской Федерацией. Наразе там происходят активные боевые действия. Поэтому, конечно, по этому направлению, враховывая то, что враг бьет исключительно по цивильной инфраструктуре, мы закликаем людей эвакуироваться. Но, с другой стороны, журналисты и главный редактор украинского издания «Цензорнет» пишут, что российские войска таки захватили четыре населенных пункта недалеко от границы. Ночью 4-5 батальона перешли границу и зашли в четыре поселка. Самый большой захваченный населенный пункт – Стрелечие. Окупантам удалось без особых проблем создать плацдарм шириной до 10 километров и глубиной до 5 километров. Их действия не застали врасплох. Но, как так быстро российская пехота заняла огромную территорию – большой вопрос. На данный момент противник создал плацдарм для дальнейших действий. Но сил для быстрого развертывания масштабного наступления на город Харьков на данный момент в этом районе не имеет. Угрозы быстрого захвата города не существует. По данным ресурса Дипстейт, оккупанты пытались прорваться со стороны приграничного села Пыльное. Это в 30 километрах от Харькова. Российские заявления об аннексии украинских территорий Польши более чем бессмысленны, говорит посол этой страны в Украине. Ярослав Гузы говорит, что нужно готовиться к российской пропаганде и гибридным атакам. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Я думаю, что в Восточной Европе мы усвоили эти уроки, поэтому сама идея быть суверенной страной заключается в том, чтобы не возвращаться к старым конфликтам. Глядя на то, что происходит на Балканском полуострове, где затихшие конфликты имеют все шансы разгореться вновь, а также, судя по заявлениям российских пропагандистов, да и Александра Лукашенко в том числе, о том, что Польша якобы готовит аннексию Западной Украины. Многие задаются вопросом, не повторится ли подобное между Польшей и Украиной. Во всяком случае, Россия пытается всячески эскалировать именно такой процесс. Зачем это нужно Москве, если в такой бред не верят ни в Варшаве, ни в Киеве? И не верят ли? Мы спросили у Владимира Горбача, политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества. Во-первых, это все в рамках гибридной войны, как против Украины, так и против Польши. И это все, ну такая идея должна распространить недоверие со стороны Украины по отношению к Польше. В истории это уже было. Это были три раздела Речи Посполитой. Вот именно таким образом Российская империя действовала. Делила Речь Посполитую между трема и трема империями. Теперь подход к Украине как к Речи Посполитой и предложение другим соседям, так сказать, поделиться с ними добычей. Западной Украиной, Закарпатием, Буковиной или там Южной Бессарабии, другими какими-то, может быть, территориями. И я не сомневаюсь, что российская сторона предлагала нашим западным соседям делать такие, ну, по крайней мере, рассчитывать на такое решение вопроса. И мы знаем, что Польша была одной из первых или самых громких сторон, которая это все дезавуировала, отказалась публично. Вместе с тем Польша укрепляет границу с Белоруссией. Металлическое заграждение должно сдержать поток нелегальной миграции. Мы ремонтируем заграждение на польско-белорусской границе. Мы укрепляем его. Расходы на эти цели являются самыми высокими за всю историю Польши. Усиленное присутствие польских и союзных вооруженных сил в приграничных регионах также способствует укреплению восточных рубежей НАТО и Европейского Союза, цитирует министр Голос Америки. Пять стран Европейского Союза усилят контроль за соблюдением санкционного режима. Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша в Вильнюсе подписали соглашение об усилении мониторинга санкций против Российской Федерации. Договорились ужесточить правила и унифицировать контроль за соблюдением визовых требований. До этого, несколько месяцев назад, ужесточить контроль за соблюдением санкций договорились в Соединенных Штатах и Великобритании, а еще раньше подобную инициативу поддержали в Большой Семерке. Почему сейчас и значит ли это, что раньше за соблюдением санкций не следили, мы спросили у Владимира Горбача, политического аналитика Института Евроатлантического Сотрудничества. К сожалению, санкционный режим в той конфигурации сил мировых, он сейчас портит России работу, но не останавливает. Не так или иначе Российская Федерация демонстрирует способность адаптироваться к такого рода санкциям. Да, это стоит дороже, да, это дольше искать, дольше доставлять, но все равно то, что им нужно найти на мировом рынке, они находят. Особенно, если это называется так называемыми товарами двойного назначения. И последние скандалы, которые вот в балтийских медиа были по этому поводу, это использование портов Латвии, Эстонии, россиянами для поставок, например, марганцевой руды из Южной Африки, структурами Ротенберга в Россию, а марганец используется как металл в изготовлении танков, брони и всего остального. Эта тема, это новое направление санкционной политики, оно вносится в проект уже 14-го пакета санкций Европейского Союза. Уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке возобновился, но теперь уже с участием звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Она подробно рассказала присяжным о вероятной встрече в гостиничном номере, которая, по ее словам, произошла во время турнира по гольфу среди знаменитостей в Неваде. Затем она объяснила, почему согласилась получить 130 тысяч долларов в обмен на свое молчание 10 лет спустя, за несколько дней до того, как Трамп был избран президентом. Покидая издание суда, Трамп снова набросился на судью, словами, конечно, набросился на судью, который отказался объявлять перерыв. Этот судья коррумпирован. Он коррумпированный судья. Этот судья, то, что он сделал и то, какое решение он вынес, это позор. Все видели, что произошло сегодня. Он продажный судья. И он полностью запутался. А мне пора возвращаться к предвыборной гонке. Я не должен быть здесь. Никогда не было ничего подобного. Все аналитики, юристы говорят, что я невиновен. А меня держат в этом суде с коррумпированным судьей. Посмотрите, это позор. Для города Нью-Йорка, для штата Нью-Йорк и для всей страны. Трамп обвиняется по 34 пунктам фальсификации деловой документации, связанной с этими компенсациями для Сторми Дэниелс. Его адвокаты утверждают, что деньги были потрачены на оплату юридических услуг Майка Коэна. Он не признал себя виновным и, естественно, все отрицает. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, я напоминаю, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, вашему спонсорству, вашим донатам и тому, что вы нажимаете кнопку «Суперспасибо». Я призываю вас не останавливаться на достигнутом, продолжать это делать, ведь так вы позволяете нам снимать все новые и новые видео. Дело в том, что наше видео редко монетизируется платформой YouTube, вот такие вот правила у этой платформы, поэтому только благодаря вам мы существуем и мы развиваемся вместе с вами. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это тоже очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok